Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. И я вас очень благодарю за то, что вы проголосовали за Виктора Бусыгина. И теперь у нас есть второй в мире Народный Батюшка, который несет радость. И удивительно, что этот батюшка имеет свою профессию клоун. Он написал большое удивленное письмо и благодарное письмо мне, а я, конечно, вам переправляю его благодарность, потому что это вы проголосовали, вы посчитали, что да, может быть, клоун народной батюшкой и нести такую радость, какую несет он. И это на самом-то деле великое, я так понимаю, как для меня, я очень уважаю это звание, так и для него. Он посчитал неожиданным то, что мы вот таким образом оценили его деятельность. И я бы так сказал, в его письме так чувствует, где я, где батюшка, где клоун, где священник. А ведь это действительно так. У нас ведь, как ни странно, клоун имеет два значения. Сам термин, одно значение, что это все-таки профессия, это человек, который шутит, который дает возможность людям засмеяться, то есть радость им приносит. Причем клоуны бывают разные. Некоторых я прямо, ой, как у меня скрипит сердце, что они таким образом людей смешат. Но еще и ругательское. У нас клоун, обозвать клоуном, это значит унизить человека. Даже не просто его там, скажем, назвать, дурак ты. Значит, ума у тебя не хватает. А клоун, это значит ты определенное поведение имеешь, которое не ведет к разуму, а ведет к смеху над тем, что ты говоришь, и над тобой, и все остальное. И поэтому я понимаю удивление Виктора, что вдруг обратили все вот его дело и его радость вот в такую знать. Я уверен, что теперь, выйдя на арену, он по-другому будет осознавать то, что он делает. Но для меня то самое главное, что я уверен, что теперь он будет осознавать свою деятельность как апостольскую деятельность. Апостольское. А апостольское делание – это делание радости. Как бы вы, что бы вы, не пытались возражать и каким-то образом мне, например, утверждать, что нет, вы что-то, тут апостолы, они и ругают кого-то, и против кого-то выступают. Вообще мы церковь воинствующая, мы должны огнем и мечом, справедливость Божью на земле устанавливать. Где? Где у апостолов или где в Евангелии вы это видите? И если видите, как вы это без радости воспринимаете, как вы можете думать, что это без радости может произойти, когда у нас заповедь Божья, завершающие заповеди блаженства – «Радуйтесь и веселитесь». Еще раз напоминаю, это глагол повелительного наклонения – «Радуйте себя и веселите себя». Вот когда вы находитесь в радости и в веселье, это радость души и веселье тела, только тогда вы можете выполнить все заповеди блаженства, которые перед этим описаны, все Христово пронести в этом мире и сделать для Христа. А разве радостный человек может нести злость, страх, беду или еще что-то? Поэтому в апостолах мы во всех посланиях, во всех их письмах и в деяниях апостольских, хоть и видим, что они гибнут в своей деятельности, но мы видим, как они радуются, как радуются мученики, их в огонь посылают и жгут огнем, а они поют псалмы, они радостью заканчивают свою жизнь. И поэтому апостольство – это всегда радость. И люди, несущие истинную радость, они всегда апостолы. Всегда апостолы. Другое дело, что значит истинную радость? И вот если мы посмотрим на клоунов, а сейчас ой, сколько их развелось, и там правильно кто-то написал в комментариях, а у нас клоун-президент, но что-то мы никто радости не испытываем. Ну вот он был, может быть, хороший клоун, и действительно была от него радость, но он не подумал, что, приходя в президенты, нужно радость принести, а не думать о том, что вот кого-то ущемим, кому-то беду принесем, кому-то, или, по крайней мере, радость принесем какому-то узкому кругу или каким-то своим там начальникам, а не окружающим людям. Не будем в эту тему, там можно сразу бы сказать, что какая радость от того, что тебе запретили на родном языке говорить. Кого порадовали? Ну, не в этом речь. Речь о том, что огромное количество, на самом деле, людей, называющих себя клоунами. Но я бы не всех их назвал, например, солнечными клоунами, то есть несущими свет, радость, такую это. Потому что сейчас очень многие опустились в шутки, которые основаны на низменных чувствах человека, на половых каких-то, значит, ощущениях, делах и так далее, на неумности человека. То есть они так издевательски показывают некоторые недостатки человеческие, и это вызывает у тех, у кого и есть эти недостатки, он сам видит вроде в себе этот недостаток, и он подсмеивается, но еще и вызывает насмешку у тех, кто как бы не имеет такого недостатка и смеется над тем, кто этот недостаток совершил и таким образом, значит, стал для всех смешным. Я могу привести пример вот этого футболиста Дзюбы, который неожиданно попал всем на вид. С чем? С тем, что по статистике делает 99% всего населения, но все население сидит и смеется над Дзюбой, потому что его вот так выставили и его так показали. Кто показал? Клоуны, шуты, они шутят. Это тоже, я думаю, нужно отличать. Клоун и шут. Шуты, шуты, они шутят, они вызывают шутку. Поэтому различие вот это между апостолами, несущими радость, хотя иногда и объявляющие недостатки людей или там сообществ, и вот эту шутовскую радость, которая унижает людей, а апостольская всегда возвышает людей. Если апостолы говорят о каких-то недостатках, то они всегда говорят, потому что мы знаем, что вы лучше. Мы знаем, что вы дети Христовы. Бог вас выбрал. И когда мы говорим о том, что у вас какой-то недостаток, это все равно, что родители ребенку говорят о его недостатках, понимая, что он может быть другим, понимая, что он может быть лучше, понимая, что вот сейчас скажу, а он повторит и сделает по-другому и обрадуется. И обрадуется. И вот в этом-то и есть разница между апостольской радостью и апостольством радости на земле, между шутовством и издевательством на земле. Под людьми. А это издевательство может быть. Такая форма... Ну, издевательство. Есть сейчас какие-то такие обозначения и иностранные. Бусинг, боссинг. Там очень страдают сейчас дети в школе от этого нападения своих сверстников. А чем они нападают, эти сверстники? Они шутовство нападают. Злобые нападают. Иногда они шутят публично, снимают это на камеру. Человеку больно, его там и пинают, и бьют. А остальным смешно. Это такая форма шутовства. Шутовство. Поэтому вы, когда сами шутите, думайте, апостольское у вас шутка или радость, или шутовство бесовское. Бесовское. И научайте окружающих своих детей, внуков, так далее, шутить по-доброму. Это нормальная русская традиция. Шутить можно, но по-доброму. И тогда в этом шутовстве и в этой шутке, как там говорят, в каждой шутке есть доля истины, доля Бога. В каждой шутке доля истины. Интересный такой. Оказывается. Ну, теперь мы можем видеть, что не в каждой, конечно. А теперь еще и нет ответственности за эту шутку. То есть, если в русской традиции можно было пошутить, но знать, что тебя за это и забьют, и никто не защитит. И тот, кто шутит, принимал такое избиение, и никто за него не заступится. Те же шуты там вот эти были. И все остальное. Они же могли пошутить. Вот цари выбирали шутов. Причем у Петра Первого шут был князь с княги. Он опустил их в шуты. И говорят, это был один из самых мудрейших шутов. Он так шутил, что Петр после целой программы выстраивал из таких шуток. То есть, он ему такими шутками помогал. Хотя, вроде, очень сильно униженный был человек. Но ответственности нет. А в дворянстве? Пойди попробуй, пошути. Дуэль. Расстреляли. И все такое. Вот дуэль Лермонтова из-за чего случилась? Некоторые так и думают, что там из-за какой-то девушки, из-за какой-то там это. А нет. Там была немножечко неуместная шутка со стороны Лермонтова. Мартынов этот явился в казацкой одежде. Значит, со всеми галунами. Значит, с поясом. С саблей на боку. Хотя при этом ни разу не участвовал ни в одном бою. В Папахе явился на бал. А Лермонтов, он ведь был пластуном. То есть, больше того, он был командир отряда пластунов в сто человек. А пластун это, можно так сказать, спецназ ГРУ. Сейчас вот пластуны кто такие. Лермонтова превратили вот в такого почтительного, значит, какого-то маленького поэтика, который за дамочками ухаживал. Это его ревнители, те, кто ненавидел человека с такими талантами. А у человека был бойцовский талант, который великий был талант. То есть, быть командиром пластунов, их выбирают сами. Как правило, это казаки. Это отряд, который уходил на разведку и в этой разведке еще принимал бои и выступал как боевой отряд, если это нужно было. Там однажды отряд Лермонтова увидел, как идут войска в тыл нашим, и он послал сообщить, что они идут, а сам принял бой этот отряд и сдерживал несколько тысяч воинов, горских воинов, так можем оговорить. Там отряд Шамиля был. Три часа стоя в ледяной вот в этой воде кавказской Лермонтов сам рубился, трупы плыли, закрыта была вода трупами, и они сто человек приняли этот бой, и три часа, пока не подошла подмога, стояли и рубились. За это Лермонтову золотую шашку, единственную в стране царь, он был немножечко не русского происхождения, папа-то у него, значит, и поэтому там нельзя было высшую награду дать воинскую, я не помню, орден какой-то, но ему дали уникальную золотую шашку. Но Мартынов явился вот в этой одежде, и Лермонтов так и сказал, что оделся, как шут горохой, но что-то вот такое пошутил, что он оделся не по своему чину, и Мартынов это взбесило, и Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль. Вот Лермонтов был отличный стрелок, потому что пластуны, они еще и снайпера обязательно были, и имели возможность любым оружием, и втихую, и в этом, и не втихую убивать. По Лермонтову не было страшно перед ним выступить, но что произошло-то? Стрелять должен был первым. Ладно, не буду, мы не об этом сейчас говорим. В общем, неудачная шутка погубила Лермонтова, и поэтому нужно быть осторожными. А если вы поймете, что радость может быть апостольской, и нести вот эту благодать и учение правильное, то вы будете и радоваться, и применять. Я, например, от своих духовников у меня был первый отец Анатолий, а потом отец Наум. Я от отца Наума столько шуток наслушался, такие интересные могу рассказывать эпизоды с его этим. И каждый раз приезжаешь весь вот такой все, что-то все рушится, все, или там планы такие, но никак их вылетаешь как на крыльях. Все получится, все делается, все сразу становится на свои места. Так что, дорогие мои, шутите шутками добрыми, вот, знайте, что вы по предназначению апостолы, то есть проповедь людям должны нести как радостью, так и правильностью, истинной. и учитесь так шутить, чтобы от вашей шутки всем было хорошо. Здоровья всем, радости, аминь.